Ну что ж, поздравляю вас! Вы прошли начальный курс греческого языка. Если вы добрались до суда, значит первый год греческого языка позади, и самое сложное, самое муторное, самое страшное в греческом языке вы преодолели. А весь этот год по большей части мы говорили о формах. Мы обсуждали, как выглядят формы существительных, прилагательных, местоимений в различных родах, числах и падежах. Мы обсуждали, как выглядят личные и неличные формы глаголов, как они выглядят в различных именах, в различных залогах, в различных наклонениях и так далее. Мы обсуждали огромное количество форм. Мы вынуждены были зазубривать суффиксы, зазубривать окончания. Мы вынуждены были разбираться со всякими процессами, когда все соединяется вместе, и согласные как-то взаимодействуют, или гласные сливаются. И хотя, может быть, для кого-то это увлекательно, но для большей части из вас я подозреваю, что это был достаточно тяжелый труд, но он позади. Морфология греческого языка, в крайней мере, базовая морфология греческого языка, все основные формы вами изучены. Основание заложено. Это не значит, что вы вполне знаете греческий язык. На этом основании еще много чего нужно построить, но основание заложено, и все самое трудное позади. Пришло время радоваться и наслаждаться языком. Что дальше? Ну, во-первых, конечно, мы еще продолжим с вами учить язык, и планируется еще один год изучения греческого языка, где большее внимание будет уделено не формам греческих слов, а смыслу различных греческих конструкций. Подходит время нам изучать синтаксис греческого языка. У нас есть учебник Дэниела Волоса, где, собственно, все опять начинается с падежей, и обсуждается именительный, родительный, дательный, винительный, но обсуждается не в смысле форм, а в смысле употребления, зачем нужен падеж и какие особенности его употребления есть. Обсуждаются прилагательные, обсуждаются артикли, обсуждаются местоимения, обсуждаются предлоги, обсуждаются формы глаголов, времена, залоги, наклонения и все остальное. обсуждаются какие-то конструкции предложений, то есть еще много чего нужно обсудить в смысле греческого синтаксиса, и у нас впереди много работы, но это будет развитие и углубление имеющихся знаний. Какие-то базовые познания есть, и уже что-то с языком на данном этапе вы можете делать, и вам пора начинать потихонечку читать греческий Новый Завет. Где-то спотыкаясь, где-то, может быть, что-то не понимая, где-то прорываясь, где-то копаясь в словаре и выясняя какие-то слова, но пора потихонечку начинать читать греческий текст Нового Завета. Начинать стоит с простых текстов, послания Иоанна, Евангелия от Иоанна, Евангелия от Марка. Это достаточно несложный греческий язык, бывают трудноватые конструкции, но не все слова вам, конечно, знакомы, но все-таки уже помаленьку читать можно, и нарабатывать какой-то опыт, и знакомиться с тем, как, собственно, выглядит греческий язык. Помимо этого, нужно, конечно, продолжать учить слова. На данный момент вы знаете там примерно 330 слов, и в результате в среднем одно из пяти слов в тексте вам не знакомо. Но для того, чтобы более-менее комфортно читать текст, чтобы хотя бы одно из десяти слов было не знакомо, и пореже нужно было обращаться к словарю, нужно выучить там порядка тысячи слов. Может быть, тысяча, тысяча двести слов. Когда вы выучите, вы обнаружите, что текст уже более-менее читается, и даже незнакомые слова, некоторые можно сразу там вспомнить, догадаться, и осознать, что за слово, и уже вот этого нет постоянного мучительного обращения к словарям или еще к чему-то, и появляется какая-то легкость. Но для того, чтобы добраться до этой легкости, вам еще придется поучить греческие слова. Это не так сложно. В греческом языке небольшое количество корней, многие слова составные, из нескольких слов слеплены, и за счет этого, так как какие-то корни вы уже знаете, даже вот пользуясь этимологическими подсказками, многие слова вы запомните довольно легко. Тем не менее, работа эта продолжится, и на втором курсе греческого языка вам будут задаваться слова для заучивания, ну и, конечно, больше слов будет задаваться, чтобы вы направили такой нормальный лексический запас, но и ваша ответственность тоже серьезно относится к этому процессу. Ну и, наконец, не забывайте, помните, ради чего все это было. Ради более полного, более точного, более глубокого знания слова Божьего. Поэтому вот вчитывайтесь и разбирайтесь. Многие вещи пока еще непонятны. Роберт Томас однажды сказал, что нет ничего опаснее студента, который изучал греческий язык только один год. Поэтому, если вчитываясь в Новый Завет, вы вдруг обнаружите, что все на свете неправы, что все переводчики и все комментаторы куда-то не туда ушли, это может быть просто еще вам пока знаний не хватило. Но потихонечку эти знания будут накапливаться. Чем больше вы будете читать греческий текст, чем больше вы будете взаимодействовать с ним, тем точнее будет ваше понимание этого текста, и вы осознаете, что на самом деле комментаторы и переводчики что-то-то о греческом тексте все-таки знали. Но при всем при этом вы увидите радость непосредственного восприятия писания так, как оно было написано, со всеми авторскими нюансами, со всеми авторскими акцентами, с авторским порядком слов, с авторским выбором лексики, с авторской структурой предложения и поверьте, это удовольствие и это польза, ради которой стоит трудиться. Не забывайте то, что мы изучили сейчас, повторяйте формы, если обнаружили, что какую-то форму не узнаете, с чем-то не можете разобраться, возвращайтесь к учебнику, просматривайте какой-то материал, сохраняйте в памяти то, что изучили, и строите, строите, строите на этом основании, чтобы приобрести опыт и действительно работать с греческим текстом Нового Завета, читая, понимая, толкуя, радуясь самому и принося пользу другим. Спасибо за внимание. Благословения. Спасибо. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok